Привет дорогие друзья! Украинская власть умеючи всегда вводит всякие локдауны и так далее. И вот уже Киев стоит. Почему Киев стоит, я сначала не понял, думаю. А почему он стоит? Но фишка в том, что запретили людям ездить в общественном транспорте без специальных разрешений. Во-первых, это R для метро, это R рентабельность. Знаете, и вообще для остальных маршрутчики, чтобы не гонять пустые машины, остановились, все сидят, грустят. И грустят их семьи, потому что они зарплаты не получают и так далее. Но фишка в том, что надо еще получить спецпропуск. То есть людям же как-то передвигаться надо. Если бы это было в Европе, то и поплевать. Ну честно говоря, потому что у очень многих машин, пусть какие угодно развалюхи, но машины есть. Хотя тоже с вариантами. Но в Украине это совсем другая история. И людям без общественного транспорта труба. И вот мы и пошли получать это удостоверение на поездку в троллейбусе. Должен заметить, что выдается ограниченное количество пропусков. Ну вы конечно спросите, а почему они вообще выдаются вот в таком месте задроченном? И почему именно так выдаются? Потому что, как там говорили, Украина может стать вообще первой по диджитализации страной в Европе. Мы там станем это самое. А почему не становимся? Я вот не могу понять. Для чего нужно отстаивать очередь людям в 21 веке, подавая какие-то документы, ждать в каком-то заплеванном подъезде? Они же там и заразиться могут друг от друга. Вызывают по фамилиям. Тотальная диджитализация. Я все-таки вот думаю, почему Киев встал. Во-первых, таксисты начали заламывать. Всем потребовались машины. Выехало то, что никогда не выезжало. Такси, шмакси. Они начали заламывать там полторы тысячи гривен от сих до сих доехать. А я так понимаю, что это ну очень дорого для Киева. Дорого, видите, я даже как сказал. Вот. Ну вот здесь вот диджитализация. Полка Винский. Скажите, как в очередь встать? Два раза уже отправляли вам заявку. Не перезвонят и дозвониться к вам нельзя. Как можно получить пропуска? Вы заявку кому отправляли? На ваш ресурс. Ваш ресурс это кому? Там, где выдают пропуска. Я вас запитую конкретно, кому вы отправляли? Вот. Управление КМДА, где выдают пропуска. Заказали пропуска на... КМДА? Чтобы вы знали 36 департаментов. А вы какой департамент представляете? Вы же до нас пришли, вы же знаете, куда вы зашли. Мужчина, это... Люди стоят по три часа. Чеш. Наша подсказка, вы понимаете? Люди стоят по три часа. Ну вот видите, там жиночка сразу там, ой, не затримуйте работу. Это квест, а не работа. На самом деле квест. Потому что ты должен подать заявление на выдачу тебе удостоверения. А потом найти один из 36 департаментов, которые работают за ваши же деньги. Получить хамство в ответ и так далее. И дождаться своего долгожданного пропуска, который позволит проехать аж в троллейбусе. А кто дольше всех стоит? С вчерашнего дня. И что вам говорят? Ничего, вот вы ждите. Я вчера два часа в транспорт. А как вы добирались, друзья? Такси? На такси. На такси. На свой счет на такси. Слышали, что я сказала? Заявки обрабатываются. Вчерашние. Сегодняшние заявки обработаются завтра. И вот сидят эти тети, получают зарплату за свое. Все устроено лучшим образом. Давайте почитаем. Там у них инструкция. Порядок получения спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Для проезда нужно отправить письмо на электронный адрес или почтовый адрес на департамент транспортной инфраструктуры. Для этого нужно указать название предприятия, обосновать необходимость получения пропуска. Зачем тебе надо в общественном транспорте ехать? Так, контактное лицо нужно и так далее. Я так понимаю, что расцвела какая-то коррупция. Потому что мне кажется, что их будут продавать. Это все пропуска, потому что что-то ненормальное. Так, специальный пропуск должен... Такую информацию. Мокрая печать. Диджитализация тотальная. Мокрая печать. Но самое интересное, что срок действия специального пропуска до 16.04. А потом опять. А потом по новой. Скажите, вот это нормальные люди вообще? Сейчас люди все звонят на горячую линию и разрывают нас. Бабушки, дедушки, которые не могут сходить, выйти и получать посылку. Вы понимаете? Ну, как с этим бороться, скажите? Не дали пропуска сотрудникам новой почты. А это уже серьезно. То есть это уже не доставляются определенные посылки. Ну как, они дали пропуска, но не в нужном количестве. Угу. Угу. Ну конечно, потому что посылки идут и все идет, а люди не могут ее отримать. Угу. Что нам, вот мы и так подпускали деяких людей за власный рахунок. Но это не спасает ситуацию. Те, что люди не отримуют, там, кошти, это пів людей. А те, что не могут отримать ядерсную досталку. Угу. Вот печаль. Печалька какая. Почта встала. Мы прорываемся в самый центр диджитализации. Прокомментируйте, почему только два пропуска дается? Уже больше нет. Угу. Уже новопайска подпись принимала и новопочта. Больше нет. А когда будет? У нас же ж не два человека работают. Вы меня снимаете на камеру. Ну да. Станем известными. Не, ну серьезно, люди. Что вам говорят начальства? Я же понимаю, что вы посредники между этой толпой и руководством. Да. А бумажку никакую не даете? Я бы вам все бумажку. Друзья мои, я считаю, что это хорошо. Чем хуже, вот в этом плане, тем лучше. Тем быстрее дойдет до людей, которые типа считают, у них не касается политика, еще что-то, что управляют ими абсолютные кастрюли. И когда до них это дойдет, вполне возможно, они перестанут на выборах совершать ошибки. А может и нет. Не знаю. Пока. Подождите, я уже отошел чаек попить, знаете. А тут пока верстался номер. Уже к трем часам дня выдача специальных пропусков на проезд в общественном транспорте завершена. В связи с тем, что они закончились. Доезжа. Доезжа. Пока. Всем привет, Ник Роженко, партия Шария. Ольга Шкен Анатолий, Анатолий, всем привет. Законный немедленный. Мы будем защищаться, наши права будут отстаиваться. Дверим в победу, все будет отлично. Украинский народ целенаправленно превращает в животных. Трусливых, голодных и беспамятных. Не, 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 мы будем бороться. Мы не хотим свалить из этой долбанной страны, как говорят некоторые депутаты. Жизнь слишком коротка, чтобы бояться. Поэтому сегодня мы приехали сюда отстоять свой выбор и свое право на данный выбор. Сегодня пять лет моему внуку, он в Одессе. Надеюсь, он поймет, что я еду защищать его будущее. Анатолий, мы с вами. Редактор субтитров А.Семкин